доброе всем утро нового такой холод не будем на решать нарушать традиции и вот после каждого праздника я вышла в горы такой ветроган прям вообще как полагается позавтракала селедочка под шубой как надо все как как делают люди нормальные русские 1 января конечно это 1 января какой-то непонятный вы точнее знаете вообще 21 год ну и обычный день вчера мы легли где-то в 12.30 вот так вот и все сегодня я даже полежала до целых до 9 часов представляете это потому что закрыты были жалюзи вот и так мне тепло было этой ночью даже жарко потом выключила обогреватель вот и чарли дал мне поспать его сводила скажем так в туалет в 1150 когда не было выстрелов потому что потом начали эти я в instagram сняла как у нас по всему городу были фейерверки но в принципе наверное как в любом городе ой белочка побежала белочка как любом городе любой стране фейерверки стреляли чарли сразу пугался но потом уже настолько привык что ему стало просто по барабану тут белочка побежала туда через дорогу куда-то наверное не слышно ветер вы как можете наблюдать у нас сильно кстати я не одна здесь гуляю парочка еще была здесь ходила но не куда-то свернули в другую сторону даже не знаю и вот одна сейчас погуляем и вот иду думаю завтра идти на работу не идти потому что все клиенты он велосипедисты едут все эти клиенты которые ко мне ходят по субботам они уже были в четверг в среду вот новых но очень после нового года парикмахерские салоны всякие ногти это можно на выходные уходить потому что флага правильно уже оприходованы так ладно здесь просто еду на лезу на гору хоть она и незаметно но лезешь на горы поэтому еще ветер дышится так как-то не ахти видеть не все товарищи алкоголики есть и спортсмены здесь кстати много кто ездит на велосипедах потому что дорога такая хорошая здесь даже тип асфальта что ли знаете непонятно но это как щебенка с этим с цементом я даже маску взяла чтобы потом по городу идти а то опять пойду я тихо шла 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 пирожок нашла села поела дальше пошла смотрите какая красота а вот тому ли стоят для меда видите там морюшка сегодня на море шторм сильный вот оттуда я тяпала это наш город по той стороне идешь какой-то нового дорога я даже ее не знаю сейчас честно не знаю куда она ведет но здесь вижу велосипедистов много поэтому как-то мы выходили вон туда а я не пойму что за дорогу меня завела сюда и читать как-то не пойму ничего в день про неправильно свернула еще сейчас пойду обратно посмотрю потому что я хотела вон туда идти но туда меня как-то завела меня тропка дальняя до какого-то до любимого сада куда эта тропка ведет понятия не имею ну до конца я точно не буду пить и потому что надо же потом еще обратно возвращаться чарли идет как будто знает куда хотя мы здесь первый раз вы знаете что я заметил очень много народу на кладбище идут во первых она открыта и вся парковочное место занято на кладбище и вот там люди с венками идут с цветами смотрите проведать своих родственников ну надо же неожиданно вообще много народу столько вот так вот как отмечают в испании 1 января сегодня первое число видите машины как стоит мне мою надо убрать отсюда а то могут вызвать полицию и будет мне штраф так что там есть местечко сейчас переставлю чуть его как заливается слышите все поставил машин сейчас вот так вот машин стоит одна там другая тут так ну что будем доедать что у нас там осталось осталось что у нас всего 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 и много блин тут посуду по моему уж надо разобрать для начала вот все грязные не пойми что такое не понимать двадцать первом году а грязно почему-то непорядочно все вот так дальше едем так а где моя большая кружка в которой я чай пил она там вчера мы такие я-то венца достала я же для бутылки купила тут всего 5 градусов но думаю нам хватит оно такое легкое 5 процентов всего ну и понятно с пузырьками а муж такое антибиотики пью я такая не понял он говорит ну ты одна типа обухни я говорю здрасте приехали одно это не интересно ну тогда все останемся без вина а я-то говорю а компота ничего нет а потом вспомнила я же сироп покупала думаю сейчас забацаю сок ой блин такой вот у нас безалкогольный совсем совсем это отбиваемся от рук зато знаете замечательный день стал пошел ничего не болит ни голова ничего замечательно а раньше помню я знаете какая я выпью три бокала вина все с четвертого я потом буду так умирать что мама не горю три дня я просто в отключке в отключке такое что не могу не пить не есть а у меня же я еще и с летом сосном то у меня не все нормально ну как нормально для меня но я не сплю то есть некоторые там выпью да и похмелье спят себе а со мной такой номер не пройдет мало того что я болею как не знаю кто так еще и не сплю все это время то есть я не то что я не могу не пить не есть представляете когда хочется так пить а ты не можешь потому что твой желудок вообще ничего не принимает не воспринимает даже твой собственный свой собственный желудочный сок меня просто от всего мутит и поэтому как то еще когда молодая с этим справлялась а когда уже знаете за 30 то уже думаешь а нахрен такие страдания три дня из жизни просто у тебя выходят и ради чего вот ради чего все поэтому просто перестаем бухать так сейчас я достану а знаете сейчас че я буду есть у нас утка осталось вчерашние кстати очень вкусное получилось ой замерзла все с грушами со всеми делами с яблоками пюрешка вчерашние тоже осталось сейчас я ее разогрею и будет вот такой у меня и салат и малат и всего всего осталось короче доедать еще будем сто лет сейчас разогрею покажу вам свое произведение искусства ну вот что у меня получилось смотрите уточка пюрешечка и огурчик такой вкусный зелененький всем приятного аппетита кстати а вы пользуетесь всякими книжками которые кулинарными или вот как сейчас все в интернет google youtube у меня вот такая вот книжка есть из от робота моего я нам они он маньяна на маньяна я завтра не будем же мы салаты целую неделю доедать хотя бы через день и вот я завтра задумал кое-какое блюдо а мне нужен бенджамель 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 короче соус такой вот бенджамель нужен и вот хочу посмотреть сделать его в своем роботе вот так страница 20 конечно можно в интернет залезть ну раз книжка то под боком и тут должно быть крема деке суфреску даже представляете крем из авокадо и лосося сальса до беремхена ли оле кокамоле сальса до томаты и рикотте кетчуп представляете соус рамеску крем 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 сасы рему лады рему лады шоу за крем такой интересно интересная книжка оказывается а чё-то бенджамель ты нету майонез есть соус камамбер авокады слушать не окис даже есть вареньки или не вы масса пара пострасть ну надо же масса пара пострасть это наверное так будем искать тогда по-другому чарли тоже читает сидит бисквиты разные смотрите с маком что такое за вкуснятина это а вот бисквит лимонный бисквит с маком смотрите интересно два лимона мак 4 яйца сахар соль мука слушайте классный рецепт надо попробовать а это типа я лимонник делаю такой знаете вкусный а это идет вот с этим слюни аж потекли это идет уже с маком так сушь на б на б слушайте ну нету значит знаете что мы полезем в интернет книжка оказывается книжкой но интернет нам помощь и я там просто набираю рецепты для какой как же называется этот аппарат то в общем для робота и там не он выдает а вот сальса о вот есть 13 все нашла 13 есть 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 вот он бетчамель видите он по испански бетчамель так нам тут нужно мантеке есть мука есть молоко есть соль пимента но есть маска то нету ну ладно без него обойдемся и лимонный сок и все короче я наверное сейчас на завтрак его осу даже это смотрите и этот соус соус чем показываю горчичный соус а много отказывается соусов даже блинчики есть рецепт блинчиков ой смотрите тортитос де потата это типа наших драников вот меня вот он лежится и лежится как кошка ей богу а драники и некий беники ели вареники драники смотрите картошка лук яйца здесь вместо муки идет крахмал ну в общем а вы говорите испанская еда отличается сильно от русской нифига вот сейчас пойду забацаю соус он же должен остывшим быть на завтрак самый раз короче муж ходе ездил к сестре это вот племянница ему подарила на наушники 8 метров прикольно мандарины собственного сада я как раз мне мандаринки закончились аура аура ты ауру так в общем мандарины апельсины собственного сада вино а кампу ехо это хорошее вино будет стоять еще лет десять да тита там андау тита еще вино сеньора до невада господи даже хлеб представляете чуть там еще в тареньках посмотрим нас подкармливают говорит вторая сестра тоже хотела надавать еды у меня уже этой еды некуда ее девать это я сказываюсь еще потому что сыр еще сыр и наверное помидоры жареные может быть с мясом сейчас посмотрим да а нет просто помидоры просто помидоры можно мясо обжарить и добавить туда так что вот так вот даже хлеб хи 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 ой блин так вот нас откармливают родственники хамон и сыр вот этот вот сыр они любят знаете какой выдержанный вонючий о для них чем вонючий сыр тем он вкуснее а я вообще не любитель сыра поэтому я только этот творожный и все так что я вот тоже достала сыр им ну пускай этот есть а этот тогда положу в холодильник в гостинцы новогодние о какие наушники на самом деле это подарок для меня потому что я я не люблю в наушниках у меня уши болят вот и вот так вот я телек не люблю смотреть я в интернете вот там вот сижу на своем месте хи 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 а муж с наушниками вот так сидит ой вот так у нас вот были они классные но они это уже все срок годности истек телек надо просто новый покупать там чтобы знаете было всякими с блютусами со всякими ну что-то мне как-то на телек деньги жалко хи 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 если бы на какую-нибудь херню не жалко а на телек как-то жалко тем более я его не смотрю мандарин обалденные но там очень много косточек так как они не на продажу и домашние вот то просто в них очень много косточек но они очень вкусные вот именно пахнут мандаринами вот так я уже сходила в душ смотрите я уже сделала здесь жилейки но не простые а у меня желе было мандариновое и я туда дольки мандарина положила думаю думаю что будет очень даже ничего вот с сюрпризом там пандаринов у нас теперь много так посмотрим что там за бенджамель бенджамель что-то мне кажется он жидковат так что придется может и нет фиг его знает даже не знаю что-то мне кажется его надо прошпандорить да его надо чуть-чуть прошпандорить потому что смотрите тут что-то как-то что-то не то рецепт нужно доделывать я туда добавила приправу карри карри кури как там он называется у нас он кури называется вот и будет вкусненько завтра что я с ним буду делать увидите завтра так что встретимся с вами завтра всего вам самого на лучшего и всем пока пока